Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Сегодня вновь в эфире музыкально-терапевтическая среда. И мы с вами рассмотрим особенности восприятия у детей с ранним детским аутизмом. Будем рассматривать особенности восприятия детей дошкольного возраста. Например, ребенок может не услышать громкий звук вблизи себя, но в то же время отреагировать на шепотную речь взрослого или на отдаленный звук транспорта. В зарубежной психологической литературе выделены два вида дефицита когнитивных функций у детей с аутизмом. Когнитивный дефицит частного характера и когнитивный дефицит общего характера, который связан с нехваткой навыков переработки информации, планирования и концентрации внимания. В соответствии с этим существует два основных типа сенсорно-перцептивных нарушений у детей с аутизмом. Это сенсорная доминантность и чрезберная избирательность при восприятии стимулов. Сенсорная доминантность рассматривается как тенденция ребенка фокусировать свое внимание на стимулах определенной модальности. Ну, например, предпочитать зрительные стимулы слуховыми. Или наоборот. Некоторые дети реагируют на раздражители в одной и той же сенсорной модальности и полностью игнорируют другую. Так они нередко затыкают уши при общении со взрослыми или с верстниками, но охотно трогают собеседника, рассматривают его лицо или одежду. К чрезмерной избирательности при восприятии стимулов относится тенденция у ребенка фокусировать внимание на предметах или окружающей обстановке, игнорируя другие не менее важные характеристики. Ребенок может проявить интерес только к определенным продуктам питания, игрушкам, мелодиям, игнорируя другие не менее интересные для детей предметы и звуки. Подчеркивается, что дети с аутизмом обладают тоннельным зрением или тоннельным слухом. Это обусловлено узкой направленностью их восприятия на отдельные, аффективно незначимые детали, что крайне затрудняет для них изучение окружающего мира. Зигман, один из исследователей, разрабатывающих ранее уже упоминавшуюся нами теорию распознавания психических состояний, проводя многочисленные исследования, обратил внимание на трудности восприятия социальной информации, а также ситуации, требующих понимания специфики и социального взаимодействия. У детей с аутизмом наблюдаются трудности понимания специфики различных психических состояний других людей и также своих собственных, алекситимии. К таким психическим феноменам относятся намерения, эмоции, желания. В то время как в возрасте 4 лет почти все здоровые дети способны догадываться о том, что другой человек знает, думает или считает правильным, детям с аутизмом крайне трудно делать подобного рода предположения, даже уже в старшем возрасте. Дети с аутизмом способны воспринимать физические события, которые они не могут непосредственно наблюдать, но формирование представлений о невидимых аспектах реальности, таких как психические состояния людей, представляют для них очень и очень большие трудности. Способность человека распознавать собственные и чужие психические состояния получила название ментализации. Основные проблемы у детей страдающих аутизмом возникают вследствие дефицита процессов ментализации. То есть аучичные дети в той или иной степени страдают психической слепотой. У них не развивается способность естественным образом распознавать психические состояния других людей. Например, большинство 5-летних детей на вопрос, для чего он нужен мозг, отвечает, что мозг нужен для того, чтобы думать. Однако, если такой вопрос задать ребенку страдающему аутизмом, он, скорее всего, скажет, что с помощью мозга люди двигаются, ни словом не упомянув о мыслительной деятельности. Для определения способностей детей с аутизмом к распознаванию психических состояний других обычно используется тест СЛИН. направленный на исследование простейших процессов ментализации. В тачке в качестве реквизита здесь используются две коколи по имени СЛИ и по имени ЭН. У СЛИ есть корзина, у ЭН есть коробка. СЛИ кладет шарик в корзину, накрывает ее и уходит из комнаты. ЭН достает шарик из корзины и прячет в своей коробке. СЛИ возвращается с прогулки и хочет поиграть с шариком. Тестовый вопрос. Где СЛИ будет искать шарик? Большинство четырехлетних детей уверенно отвечают, что СЛИ будет искать шарик в корзинке, там, куда она его положила. Даже у сына отсталой дети осознают, что СЛИ должна думать, будто шарик лежит там, где она его оставила. Как и нормальные дети, они отвечают, что СЛИ не знала о том, что ЭН сделала шариком, пока ее не было в комнате. Авторы теории распознавания психических состояний подчеркивают, что здоровые дети способны приписывать другим людям различные психические состояния. Ребенок понимает, что человек может иметь ложное представление о ситуации. Ложное представление является психологическим, а не физическим состоянием. И выступает в роли фактора, позволяющего, но с большой долей вероятности, объяснить. Так как предсказывать поведение людей в данном случае, а именно предсказать то, что СЛИ в поисках шарика заглядывает в свою корзину, является нормальным. В большинстве детей старше 4 лет, страдающих аутизмом, этот элементарный вопрос представляет очень существенные трудности. Как правило, они дают неправильный ответ. Они отвечают, что СЛИ будет искать шарик в коробке УН, где он действительно находится. Несмотря на то, что они помнят, как СЛИ положила шарик в корзинку, и что ее не было в комнате, когда Н переложила в коробку. Они в состоянии запомнить последовательность событий, но не способны сделать на основе известных фактов, вывод и прогноз, состоящих в том, что СЛИ должны иметь ложное представление относительно того, где находятся шары. Ну вот, история о шариках закончена. Закончена наша музыкально-терапевтическая среда. До новых встреч, уважаемые коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok